Трудные места Писания Так, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Здесь несколько загадок. Ну, во-первых, что значит соль потеряет силу? У вас часто на кухне соль теряет силу? Вот пачку соли купили, пробовали-пробовали соленая-соленая, а через полгода взяли оттуда щепотку, а она перестала быть соленой. Какая-то не очень реальная история, да? Вот если она соль, то все. То она соль. Да, можно, конечно, сказать, что это гипотетическая история, что мы солим все при помощи этой самой соли, да? Когда мы хотим сделать пищу соленой, мы берем соль. А если соль перестанет быть соленой, то что нам брать, чтобы ее посолить? Да, такая нереальная история, но достаточно понятная. Ладно, хорошо, то есть то, чем солят, самое соленое, и если оно утратит это свойство, никуда не годится, кроме как выкинуть на помойку, на попрание людям. Мне очень понятно, почему люди должны топтать эту соль, но такой оборот речи, допустим, в смысле уже совсем непригодное нечто, да? Да. Но хорошо, а что значит соль земли? А что, в земле много соли? Какое-то количество минеральных веществ есть, и отсюда толкование, что соль – это те самые минеральные вещества, без которых почва неплодородна. И этой соли должно быть довольно мало, потому что если этой соли становится много, то солончак почва просто непригодна для земледелия. Получается, что соль земли – это что-то такое очень, ну, небольшое, да, вот какая-то крохотная частичка этих самых элементов. И она нужна, с одной стороны, для того, чтобы урожай был хороший, но только не слишком много, а с другой стороны, чтобы солить пищу. Но вот эта идея не слишком много, она мне как-то, ну, кажется, немножко сомнительной, да, то есть разве Христос говорит, вы некоторая элита, вы что-то такое, чего единицы, да, вот в обществе, да, вы прямо люди какие-то совершенно особенные. Давайте вспомним, кому он это говорит. Это Нагорная проповедь. Ученики, которые собрались, они еще, в общем-то, никто, они еще ничего толком не знают. Нагорная проповедь – это первая проповедь, вот до него тут появляется Иоанн Креститель, да, до него тут искушение в пустыне до пятой главы. Первые ученики, которых он призывает, но еще ничему, в общем-то, не успел их научить, потом к нему приходят люди, потому что он исцеляет, учит в синагогах, проповедует царство. И вот здесь он этим людям говорит «вы соль земли», ставит им какие-то условия. Но можно сказать, что блаженства, которые идут выше, заповеди блаженства, они такие условия, и что именно там указано, в каком случае человек становится солью земли, а дальше сказано «светом миру», когда вы алчите и жаждете правды, когда вы кроткие, когда вы плачущие, когда вы, самое главное, нищие духом, трудные там есть места, и мы о них отдельно говорим тоже. Но в любом случае, смотрите, это аванс, который он дает людям. И справедливо ли такое огромное им давать преимущество прямо с самого начала? «Вы соль земли, вы элита», говорит он им. «Если вы перестанете ей быть, то кто же вас заново сделает элитой?» Говорит он, еще раз обращаясь к абсолютно случайным людям, кого-то он позвал с собой, да, как некоторых учеников, но там народ вокруг него, да. То есть он говорит это тем, кто просто пришел его послушать, тем, у кого, может быть, праздный интерес. Смотрите, люди очень часто ждут каких-то, ну, высоких авторитетов, да. Вот придет сюда кто-то, он будет нашим светочем, он будет солью земли. Не придет, это ты. И смотрите, дальше он скажет в 14 стихе. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И дальше свеча, которая на подсвечнике, а не под кроватью. И ваш свет досветит перед людьми». Прежде чем начать людям что-то говорить, а дальше будут разные заповеди, в том числе и запреты, и довольно много запретов, там, не гневаться, не смотреть на женщину, не клясться, не противиться злому и так далее. И они сами по себе тоже достойны обсуждения. Но прежде чем все это говорить, он им выдает самую высокую оценку. Вы соль земли, и, собственно, потому не нужно этого делать. То есть не то, чтобы вы должны достичь какой-то высокой степени праведности, а вы не можете утратить того качества, которое есть уже у вас сейчас. Потому что соль не просто может стать несоленой, а именно что она стать несоленой не может. Именно дело в том, что вы здесь собравшиеся, вас же не так много по сравнению с этими огромными толпами людей, которые живут в больших городах, которые вообще существуют на земле, вы, собравшиеся здесь и сейчас, становитесь солью этой самой земли. И поэтому вы не можете утратить это качество, и поэтому вы не можете делать тех, 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 тех вещей. Мне всегда казалось очень важным, что Христос в начале своей проповеди возвышает людей. Есть много проповедников, которые людей унижают, которые начинают с того, какие вы плохие. Ну и дальше им говорят, вы знаете, а вот все-таки есть способ стать чуть-чуть получше. Он им сразу говорит, вы самые замечательные, лучше вас никого нет, но вы должны это сохранить. Или все будет бессмысленно просто. Я бы предложил перевести этот стих таким образом. Вы — соль всей земли. Если соль утратит вкус, чем сможете ее посолить? Ни на что она тогда негодна, разве что выбросить вон прохожим под ноги. Не делайте с тем, что пригодно только для выбрасывания прохожим под ноги. Не Бог вас выбросит, не я вас выброшу, не вы друг друга выбросите, а просто вот не становитесь мусором, не становитесь шлаком. Оставайтесь тем, чего мало. Вы у себя каждый в единственном экземпляре. Мне кажется, он говорит, в общем-то, об этом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.